привет всем это киномания ваш гид в мире хорошего кино поехали 3 икса мировое господство главная премьера этой неделе на колени 3 секунды 3 хочешь чтобы я вернулся можно было просто попросить одних форсажей риде кабину дизеля стала малой поэтому актер решил возродить еще одну франшизу которая помогла ему стать звездой мировое господство это третий фильм цикла 3 икса и вторая картину в которой дизель сыграл ксандера кейджа спортсмен экстремал ставший правительственным агентом вернется на экран чтобы сродиться со злодеями которые ищут мощнейшее секретное оружие под названием ящик пандоры также фильме снялись донни йен самуэль эл джексон звезда сериала дневники вампира нина добрев и футболист форвард барселоны неймар поставил мировое господство режиссер фильма на крючке диджей карузо 3 икса мировое господство в кино с 19 января пойду гляну я растолкую задачу на деревне забери девчонку и постарайся сделает все красиво отечественный ужастик невеста вторая премьера этой недели мировое господство Субтитры создавал DimaTorzok Создатели фильма «Пиковая дама. Черный обряд» представляют свой новый проект, мистический триллер «Невеста», который вдохновлен древним русским обычаем. Так отмечают вступление девушки в брак, как будто она умирает и заново воскресает. Главная героиня ленты – современная девушка, которая едет знакомиться с родственниками жениха и быстро обнаруживает, что семья хочет произвести таинственный свадебный обряд по своим традициям. Трейлер фильма внушает доверие и смотрится жутковато. Создатели ленты заявили, что им уже поступило два предложения США сделать ремейк данной лентой. Узнать, насколько страшным вышел фильм, можно в кино с 19 января. Мелодрама «Иллюзия любви». Еще одна премьера этой недели. Любовь моя. Наши тела стали одним целым. Я не могу больше ждать. Ты еще не ответил на мои письма. Чем же я обидела тебя? Мне бы хотелось поговорить с тобой. Почему ты мне ничего не сказал? О чем ты говоришь? Подождите. Что я могу сделать? Любителям европейского кинематографа будет, что посмотреть на этой неделе. Иллюзия любви — это трогательное, чувственное, идеальное кино для свиданий. Мариан Котиер и Луи Гаррель в экранизации романа «Эмилены Агус», переведенного на более чем 20 языков, в том числе и на русский. Иллюзия любви — это история несчастной в браке Габриэллы в исполнении Котиар, который встречает раненого ветерана войны и планирует сбежать с ним от серых будней. Они влюбляются в друг друга, но обстоятельства складываются не так, как они и предполагали. Фильм уже успел собрать множество положительных отзывов у себя на родине во Франции. И вот, наконец, он добрался до российского проката. Иллюзия любви в кино с 19 января. Ретро-детектив «Ловушка» также в кино. «Привет, помните меня?» «Конечно, ну да, привет. Что вас привело?» «Знаете, люблю выезжать из города на выходные. Значит, ваша жена на работе?» Нью-Йорк. 60-е годы прошлого века. Стэкхаус – внешне идеальная семейная пара. Молодые, красивые, успешные. Он – удачливый архитектор. Она – предсветающий риэлтор и великолепная хозяйка великолепного дома. На самом деле, Уолтера уже давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками, ревностью и угрозами покончить с собой, если он ее оставит. Однажды Уолтера привлекает газетная заметка. Женщина, жена букинистая, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса. Преступника так и не нашли. Ему кажется, что убийцей может быть муж жертвы. Хотя у того, казалось бы, надежное алиби. Стэкхаус решает с ним встретиться, не предполагая, в какую ловушку он угодит. «Ловушка» основана на романе Патриции Хайсминт под названием «Бестлач». Это неспешный ретро-детектив в стиле нуар, рассчитанный исключительно на фанатов жанра. В фильме снялись Патрик Уилсон, Хейли Беннетт и Джессика Билл. «Ловушка» в кино с 19 января. Я не делал этого. Посмотри на меня и поклянись мне, что ты ничего не делал. Это были лишь мысли. Но может тебе стоит пока взять отпуск? О чем ты? Я подбираюсь все ближе. Я не виноват. Вам нечего мне предъявить. У меня из головы не идут твои слова. Я мечтаю, чтобы ее больше не было. Я Клару не тронул даже пальцем! Удача сейчас ни на вашей стороне не тронул. Драма «Рай». Пятая премьера этой недели. Ольга Каменская. Десятого года рождения. Русская. Это невозможно ничего объяснить. Это невозможно. Я не могу так рассказать, чтобы это можно было почувствовать. Одна из главных российских фестивальных картин года. Взяв приз за режиссуру в Венеции, Андрей Кончаловский нацелился на премию «Оскар» и уже попал в шорт-лист потенциальных номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от России. «Рай» – это черно-белая драма о русской эмигрантке и участнице французского сопротивления, которая попадает в концлагерь за укрывание еврейских детей. И об офицере СС, который преклоняется перед русской литературой, но считает, что ради величия немецкого народа евреи должны быть уничтожены. Главной роли в картине исполнили Юлия Высоцкая и Кристиан Клаус. На данный момент фильм собирает исключительно положительные отклики. Посмотревшие отмечают, что фильм достаточно тяжелый и философский. «Рай» в кино с 19 января. Вышеупомянутый Вин Дизель весной вернется в одном из самых ожидаемых фильмов этого года новой части гоночного боевика «Форсаж». Персонаж трагически погибшего, актера Пол Уокер, отправляется на отдых, а героям на этот раз противостоит злодейка в исполнении Шарли Стерон. В кино с 13 апреля смотрим трейлер недели. Они у нас на хвосте! Рассерделись не на шутку. Требовалось лишь привлечь их внимание. А ты устроил адский погром. Чего вы от меня хотели? Я Роман Пирс. По-другому не умею. Переходим к плану «Б». Какой еще план «Б»? Почему я не в теме? Твой выход. Вот чёрт! Доминик, мне нравится, что тебе плевать на закон, но твоей команде не повезло. Красиво сработано, брат. Вернемся на базу с меня пива. Сейчас против них играет тот, с кем им не справиться. Ты сам. Мог ли ты себе представить, что ты когда-нибудь предашь своих друзей? Доминик Доретто теперь наш враг. Надо же, какие люди. Я не знаю, что происходит, но Доминик не мог так поступить. Она лучше из киберпреступников. И теперь ваш парень работает с ней. Кажется, я нашел свою команду. Будет интересно. Вы начали эту игру. Ух ты. Это невозможно. Значит, вы не откажетесь от небольшой помощи. Я буду бить по тебе, как индейцы Чирокки, в барабан. Господа, теряете хватку. Хотите вернуть Доминика? Придется работать вместе. Сюрприз. Похоже, я влюбился. Как же давно я этого ждал. У нас есть танк. Погнали. Добро пожаловать. Мне все равно, прежний ты Доминик или нет. Тебе конец, Торетто. Приступим. Чего они ко мне привязались? Да кто ж знает. Тачка у тебя вроде неприметная. Заткнись, Тач. Нам понадобится грузовик побольше. Форсаж 8 Доминик, неужели ты сможешь отвернуться от нас? Смотрите в кинотеатрах с 13 апреля. Это была Киномания. Я Юр Базаров. Смотрите только хорошее кино. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok